КОЛОНИИ СТРОГО РЕЖИМА Вскоре правоохранители задержали двоих подозреваемых. А в декабре прошлого года ФСБ России сообщило, что на территории Пермского края разоблачена агентурная группа СБУ, которая планировала проведение терактов и диверсий на социально значимых объектах и объектах инфраструктуры. Трое военнослужащих из Пермского края находятся в украинском плену. Еще более 20 человек числятся пропавшими без вести. Об этом изданию АИВ Приками сообщил краевой омбудсмен Игорь Сапко. Сейчас у меня в работе три обращения по находящимся в плену жителям Пермского края и 21 обращение о пропавших без вести. Благодаря совместным усилиям удалось вернуть из плена 10 наших земляков. По словам Игоря Сапко, в ходе последних обменов военнослужащими, которые состоялись в конце апреля и в июне, вернуть военнослужащих из Прикамья не удалось. Краевой обмудсмен заявил, что работа по их освобождению из плена продолжается. В ближайшее время запланирован очередной обмен. Экс-губернаторы Приками, а сейчас министра экономического развития страны Максима Решетникова, могут вызвать суд по делу о хищениях из благотворительного фонда «Содействие 21 век», пишет 59.ru. Среди обвиняемых, напомним, экс-директор фонда Елена Найданова и бывший вице-премьер регионального правительства Елена Лапаева. По данным портала, Максим Геннадьевич важный свидетель. На его допросе настаивает гособвинение. Один из свидетелей по делу, бывший сотрудник краевого правительства Радик Хамзин, рассказал, что он приобретал для нужд экс-губернатора разные вещи. Ставил на чеках отметку МГ. Предъявлял эти чеки и деньги ему возвращали. Как следует из допроса Хамзина, в пермскую резиденцию экс-губернатора на улице Докучаева заказали детскую деревянную горку из Москвы. Горку за полмиллиона рублей приобретала помощница губернатора, а ей деньги перечисляла Найданова. Также Хамзин утверждает, что по этой же схеме его просили купить дорогостоящий утюг, весы за 15 тысяч рублей, сигары. Со стороны прокуратуры в суде должны допросить 43 свидетеля. В этом списке есть и экс-губернатор Прикаме Максим Решетников. Напомним, уголовное дело о хищении более 67 миллионов рублей было возбуждено в 2019 году. Следователи считают, что Найданова и Лапаева вступили в сговор и заключили с бизнесменами фиктивные договоры на услуги, которые не исполнялись. Следующее судебное заседание запланировано на 18 июля. Снова напакостили в том же месте. В четверг в эфире телевизионной службы новостей вышел сюжет о том, что в микрорайоне 2-й участок в Орджоникидзевском районе некая подрядная организация нелегально сбрасывает строительные отходы в лог. Районные благоустроители только очистили эту территорию от свалок и обустроили ее. Мы сообщили о происходящем в администрацию района. На место выезжали специалисты и зафиксировали нарушения. А в пятницу местные жители представили свежее видео. Строители снова сбросили в лог бетонные плиты. Вот так, картинка так выглядит. Тут детишки ходят постоянно. На кадрах видно, что плиты частично свалены на проезжую часть, что безусловно создает опасность для участников дорожного движения. Мы просим считать эту информацию официальным обращением в компетентные органы и надеемся получить их комментарии о принятых мерах реагирования. Площадь Карла Маркса в Перми может сменить название на более актуальное для нашего города. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что на этой площади к 1 октября будет установлена стелла «Город трудовой доблести». Пока такая площадь еще есть, но, наверное, по справедливости она должна называться «Площадь трудовой доблести». Будем решать этот вопрос с людьми. Советоваться подключим городской совет под панимики. Напомним, в 2020 году Перми было присвоено звание «Город трудовой доблести», а в 2021-м на площади Карла Маркса заложили камень, на месте которого и появится стелла. Совет да любовь в обновленной ротонде в парке имени Горького будут проводить выездные регистрации брака. Во время церемонии она может быть украшена по желанию молодоженов. Как сообщили в парке, регистрацию в ротонде уже можно заказать. Напомним, на реставрацию она была закрыта в сентябре прошлого года. В ходе работ были заменены деревянные перекрытия, деревянная обшивка и колонны. Обновленная ротонда в парке открылась 10 июня и уже служит пермякам настоящей концертной площадкой. Главным оформлением ротонды станет атмосферная архитектурная подсветка, которая будет установлена во второй половине сезона. Напомним, власти Перми выбрали 9 мест, где можно зарегистрировать брак помимо залов ЗАГС. Все они находятся на открытом воздухе в парках и скверах.